всем добрый день сегодня у меня будет день ожиданий дело в том что я заказала стиральную машину оформила через интернет интернет магазин в принципе если кому интересно где я заказывала делал заказ могу написать в комментариях вот а так в принципе я думаю значение не имеет главное чтобы привезли техника работала вот сказали что ждать надо в течение всего дня то есть 10 утра и до 10 вечера вот так что сегодня я никуда не выхожу чисто в ожидании но конечно при условии если может быть привезут может пораньше может куда-то и выйду но пока не знаю как получится вот заказала я и л джей кстати дорогие мои девочки спасибо что советовали мне когда я спрашивала совет про машинку стиральную спасибо за ваши советы я внимательно читала наверное все таки я считаю что выбор у меня получился удачный заказала я л джей ну сразу скажу конечно же не реклама если кто смотрел мои предыдущие видео да там я объясняла что у меня проблема в машинке в каком плане мне пришлось волей-неволей выбирать именно эту марку потому что снимается верхняя крышка все других марках уже такие не выпускают чтобы крышка верхней снималась чтоб подошла под столешницу здесь на кухню вот будем надеяться что все подойдет вот очень на это надеюсь ну все буду ждать вот пока тем временем мне надо знаете сейчас чем заняться освободить в коридоре тоже коридор все-таки при входе он узкий было написано общалась кстати вот когда я делала заказ я общалась через ватсап этого интернет-магазина очень кстати удобно вся переписка ведется как говорится и для них бесплатно для меня бесплатно очень удобно мне понравилось прям какой мне подходящий вопрос возникает я прямо сразу пишу они мне отвечают вот значит доставка бесплатная вот в квартиру за дверь то есть все внесут и как говорится и даже оплата при получении таким образом я оформила ну мне как-то спокойнее карты можно оплачивать без проблем так что пока я всем довольна теперь будем только ожидать саму машинку смотреть эксплуатировать и это уже будет конечно дальнейший отзыв вот поэтому сейчас я займу а ну вот я началась чего коридор узкий и чтобы не было препятствий занести эту машинку мне надо сейчас там все убрать с прохода всю обувь сейчас конечно перемою часть часть уберу вообще с прохода вот в общем очищу полностью пространство заодно помою полы вот чтобы чистенько было хотя конечно же занесут обутые но это уже мелочи главное чтобы потом мне уже заниматься когда установку мне был пол чистый вот так что приступаю к таким делам ну а дальше я буду вас знакомить по ходу событий все побежала и 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 Решила немножко передохнуть. И пока чуть-чуть посижу, с вами поболтаю. Знаете, что покажу? На днях сходила фикс-прайс. Кстати, обзор уже на том канале. На том, это океан счастья, для тех, кто не знает. Вот, смотрите, кому интересно. Купила покупочки, но немного, но покажу вам. Похвалюсь. Одна из них, я думаю, тоже вы уже видели. Вот, это вот такая. Органайзер для косметики. Аксессуары 99 рублей. Купила я небольшую. Это я купила, кстати, не себе, но не знаю даже. Вот сейчас посмотрю у себя в квартире. Если я куда-то захочу приспособить, может себе потом тоже прикуплю. А что-то купила родителям. Ну, моя идея, кстати. Знаете, для чего я предложила им этот органайзер купить? Были такие мне предложения, что вот, например, на кухне, кстати, мы сейчас на кухне находимся, некуда вот, когда приходишь, да, вот у родителей. Ну, конечно, по большому счету у всех техник, да, на столе. То есть, кухни как бы не очень большие, поэтому всегда всё занято. И вот мне мама говорит, говорит, ой, некуда ложить телефон. Я ей говорю, давай куплю тебе вот такую штучку и будешь вот сюда ложить уже телефон, да. Я думаю, будет неплохо. Он небольшой сам контейнер. Вот я и говорю, почему купила именно такой маленький. Небольшой и чистый для телефона, да, очень удобно положить. И не только, кстати, телефон, ещё какие-то предметы. Вот. И он такой беленький, светленький, на кухню как раз подойдёт. Вот. Чтобы не валялся нигде телефон. Ну, а там, по ходу, может, или ещё что-то приспособит. Даже можно сюда салфетки поставить, кстати, да, на кухне. Вот. Ну, в общем, главное было, куда ставить, а это придумать можно. Ну, в общем, такая покупочка. И вторая покупочка, это я уже купила Полинки. Это вот такой блокнотик. Да, в обзоре я их показала. Так что, заходите, смотрите. Очень мне понравились. Они такие небольшие, видите, вот, например, с ладонь. Вот. Есть закладочка. Они идут в клеточку. Ну, без всяких наворотов, без полей, без картинок, без всего. Здесь 96 листов. И он, знаете, такой мягкий. И вот, видите, он перламутровый такой вот, блестит. Выбрала я его такой с пончиками, мне кажется, такой более симпатичный. Остальные варианты такие более построже, спокойнее были. Ну, классные блокнотики. Я бы даже, кстати, сама бы не отказалась от него себе. Ну, пока у нас очень много блокнотиков. Вот. Ну, купила ей. Всё-таки такой весёленький. Прикольный. Ну, в общем, все покупки. Больше ничего не стала покупать. Вроде пока ничего не нужно. Ну, вот, ладно. Чуть-чуть передохнула. Пошла продолжать делать дела. Я ещё не закончила. Пошла. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавила перец, соль, карри, чеснок молотый Так, и что-то еще А, и знаете, еще чем? Соусом, соевым, только сладким соусом Решила попробовать, что получится Но я много не стала заливать Думаю, а то вдруг не понравится Вот, сейчас уберу в горячую духовку Они получаются как тушеные В горячую духовку на час Прямо в холодную духовку поставлю И час они там будут стоять Пока курица наша готовится Сейчас поставлю варить картошку И все, ужин наш готов Картофельное пире будет И курочка Ну все, мою машинку доставили Теперь осталось ее установить Так, ну вот, две машинки теперь стоят Вот это вот новая Справа получается Крышку сняли Сейчас будем пробовать Поместится ли она у нас Под столешницу или нет А это вот старая Давайте посмотрим Что тут у нас внутри Чуть-чуть она, конечно, отличается Так, это вот старая получается внутри А это новая внутри Немножко отличия есть Так, и вот сюда будем ставить Розетки у нас находятся Под Вернее, не под А за машинкой Стиральной И плита сюда подключается Духовка И стиральная машина Так что сейчас будем устанавливать Ну вот, смотрите Установили стиральную машину Вот так она выглядит Еще раз повторюсь Что это не реклама Да, пришлось, конечно, повозиться Не так-то просто Она сюда вместилась Мне под столешницу И знаете, была интересная Такая завозка В принципе, крышку сняли Да, в принципе Она прям подходила Все-все-все Но там вот сзади Ну, можно сказать На верхней панели Да, в одном месте В углу Две Как бы сказать Два шурупчика И они почему-то сверху Там прикручены провода Были Вот представляете И вот какие-то Мелепюсочные Вот такие шурупчики И вот из-за них Все под столешницу Она не залазила Я уже начала расстраиваться Но потом Вроде бы, знаете Там, где ножки Внизу Там все-таки Две гайки Было на ножках Одну пришлось открутить Не знаю Можно было откручивать Нельзя ли Ну, открутили Потому что Деваться некуда Иначе Она бы у нас Не установилась Но будем надеяться Все-таки Что она будет стоять Устойчиво Ничего не случится Ну, вот Такая история С этой машинкой Я говорю Очень проблемно Вот с этой крышкой Очень проблемно Вот Я говорю Если вот так вот Хватит ее на 15 лет Что дальше будет Через 15 лет Какие будут выпускать машинки Не знаю Ну, ладно Главное Пока на сегодняшний день Все установили Ну, и давайте Я покажу вам Поподробнее Опять же Повторюсь Если кому интересно Напишу в комментариях Спрашивайте Какая модель Вот Ну, не для рекламы А просто Чисто для ознакомления Потому что Когда я выбирала машинку Мне для меня было очень важно Посмотреть какие-то видео Видеообзор я имею ввиду С машинками стиральными Так что Я даже пойму Если кто-то Попросит Показать более подробно И написать Марку Эта машина Вот Стоила она 20 Ну, округляю Да 28 тысяч Кстати Там сейчас Продают Еще за 24 тысячи Они идентичны Разница Только У моей машинки Знаете в чем Что написано Стоит Защита от протечек Все Больше разницы Ни в чем нету Вот Но смотрите Как вы видите Здесь Загрузка 6,5 килограмм Вот И какие здесь Программы есть Значит Ну Я перечислять не буду Я думаю На экране Вы видите Какие программы В принципе Все основные Все это есть Да Включали Еще раз Скажу Если кому-то Интересно Даже увидеть Сам процесс стирки Ну Может даже В ближайших видео Я и покажу Когда начну стирать Более подробно Тогда остановлюсь Как она горит Загорается Какие мелодии Тут Такие мелодичные Происходят Ну и здесь Как вы видите Вот такие кнопочки Включение Старт Пауза Отжим Температура То есть Здесь вот Отжим 1200 Самый большой 800 400 Можно без отжима И без слива Установить Ну и градусы Самый большой 95 О Даже 95 Мои предыдущие Было 90 градусов 95 80 42 Что-то 60 Не вижу Или это 60 Или я Тут не вижу Очень мелко написано Кстати Не вижу Вот 40 Точно вижу 60 Или 80 Или 60 Все-таки Вот Тут вот На экранчике Мигает Я ее уже промыла Но стирать Не стирала Есть даже Режим таймера Вот Интенсивная Без складок Супер Полоскание Предварительная Стирка Вот Вот такие Программы Давайте посмотрим Как Барабан У нас Выполнен Очень Очень Мягко Открывается И закрывается Без проблем Вот такая Резина Смотрите Здесь Интересные Моменты Видите Как сделано Интересно Может Чтобы плотнее Закрывалась Крышка Ну то есть Люк Да Не знаю Ну в общем Вот таким образом Сделано На моей старой машинке Такого конечно нет Ну и сам Барабан Вроде там был Написан Пузырьковый Еще какой-то Уже не помню точно И вот Смотрите Как он сам Барабан Выглядит Ну интересно Да С такими Выпуклостями Вот И что интересно Я говорю Еще раз Повторюсь Что белье Я не стирала Но машинку Значит Прогнала Промыла С моющим средством Но она так Тихо работала Вы не представляете Мы даже Не поняли Сначала Она стирает Или нет Конечно Я не знаю Как это будет Выглядеть С бельем Будет шуметь Или нет При отжиме Но вот По крайней мере Пока вот Чистая вода была Вообще Безшумно Конечно Шум был Когда вода Заливается Да Но когда Она вот Саму стирку Осуществляла И отжим Шел То Не было Вообще Никакого шума Безшумно Ну вот Немножко Вас познакомила Вот такая машинка Ну Ну вот Все приготовила Здесь Картошечка Пюре А здесь Курочка Вот такая Получилась Масла я сюда Не добавляю Вообще Видите Там сок Как говорится Она получается В собственном соку Такая Тушеная Курочка Очень удобно Вот без кости Покупать Видите Обрубленная Вот эта кость Это бедро Вернее Не бедро А голень Голень И вот эта Косточка Которая такая Большая Она обрублена Вот Очень экономно Получается Ну а вот Наша пюрешка Вот такой вкусный Ужин Сейчас еще Салатик Из свежих Овощей Всем приятного аппетита Всем приятного аппетита